Сходить за покупками или просто поговорить по душам. Для одиноких пожилых людей человек, который о них заботится, ближе и роднее, чем просто социальный работник. Как раз их в Украине сейчас остро не хватает. У каждого из них минимум по 10 подопечных. Что делает государство, чтобы заботу могли получить все нуждающиеся, мои коллеги расскажут. Анне Константиновне, 91 год, или как шутит женщина, 19, ее секрет долголетия прост. Делаем вот так. И ноги вот так. Потом делаю, ну, несколько раз. Потом делаю велосипед. И оптимизм. Женщина осталась одна, без мужа и детей. На помощь пришло государство. Я одна, я не выхожу в магазин, ничего. И потом, это счастье, что мне любят. Честное слово. То, чтобы она не слышала. Незаменимый помощник в быту и социальный работник по профессии. У Любови 15 подопечных. Чтобы успеть ко всем, работает по графику. Получить социальные услуги может каждый одинокий пенсионер. Или человек с инвалидностью, говорят в Минсоцполитике. Взагалі, людей звертаються за послугами. Мільйон триста. І ця послуга саме поширена. І майже 400 тисяч населення в Україні охоплються цією послугою. Чтобы увеличить охват помощью, в Минсоцполитике планируют увеличить количество соцработников. Четыре раза. С трех до 12 тысяч. Инна Мазуркевич, Максим Городобок. Киев. Твой дом. Тигровые черри, а также вкусняшки.